Девушки отдыхают Современные инновационные программы. Сегодня в нашем проекте «Малый бизнес. Большие успехи». Речь пойдет о бизнесе творческом, точнее сказать, музыкальном. Семь нот Надежды Монанниковой. Какие они? В миноре или мажоре? На самом деле начиналось то все в моем детстве, когда я, будучи трех-четырехлетним ребенком, упрашивала маму купить мне пианино и отдать меня в музыкальную школу. Упросила. В семь лет меня в музыкальную школу отдали. Я с удовольствием занималась. Закончила музыкальную школу. Затем я поступила в наш педагогический институт на факультет искусств. Закончила. Пришла работать в школу. Поработала в школе. И так как это был конец 90-х, начало 2000-х, я из школы ушла. Постольку-поскольку была девочкой очень молодой, хотелось красиво одеваться, развлечений. А зарплата школьного учителя, она очень маленькая. Я распрощалась с музыкой лет на 10, распрощалась со всем. И в течение этих 10 лет я занималась совсем другим делом. Я работала в компаниях продаж, делала карьеру, доработалась до должности руководителя. И в один прекрасный момент я поняла, что я просто не хочу идти на работу. Пришла к тому, что а чем я бы занималась, если бы мне за это не оплатили? И я пришла только к одному решению. Я хочу заниматься только музыкой. Моя душа просит только музыки. И реализовывать себя я хочу только в музыкальной сфере. Я наткнулась на книгу Елены Хайнер «Стать талантливым музыкантом легко». И я эту книгу, хочу сказать, я ее прочитала за поем буквально за один день. И эта книга перевернула все мое представление о музыкальном образовании. Я узнала о программе «Софт Моцарт». Я начала в этой программе разбираться. И когда я в этой программе разобралась, я поняла, что я хочу преподавать именно так. Чтобы это было легко, понятно. И чтобы это доставляло радость и удовольствие моим ученикам. Но для того, чтобы начать преподавать, нужно было найти помещение, закупить инструменты, пособия, освоить программу. И главное, найти желающих по этой программе заниматься. Когда пришла программа «Софт Моцарт», пришла идея организовать свою студию. А дальше все сложилось просто как пазл, очень быстро. Я купила программу, я притащила из дома собственный синтезатор, я нашла помещение, куда можно это все поставить. И буквально сразу же пришли первые два ученика, которые сразу перекрыли все мои затраты на аренду. Обучение в студии проводится по инновационной методике «Софт Моцарт» с применением компьютерных технологий. Такой подход позволяет любому ученику старше трех лет начать играть двумя руками по нотам уже на самом первом занятии. Для меня это такое большое увлекательное приключение, потому что вот в студии существует пять лет, и за пять лет у меня ни разу не было мысли, а может я сегодня все отменю, а может я сегодня не пойду никуда, останусь в кровати. Я каждое утро встаю с мыслью о том, что ура, класс, сегодня новый день, сегодня придут мои ученики, сегодня мы будем заниматься вот этим и вот этим. То есть у меня на каждого ученика есть планы. Мы когда открываем программу, то мы видим, что что-то странное на экране. Вертикальные полоски, но на самом деле в этом есть большой смысл. Здесь привычные всем музыкантам черно-белые ноты переведены на язык начинающего. Исполнение даже самого простого музыкального произведения требует серьезной концентрации и внимания к деталям. Кроме этого, в процессе наработки репертуара ученик работает над исполнением пьес наизусть. Вот человек выучил огромную пьесу за две недели наизусть сам. То есть это из того разряда, когда я играл, играл, потом сказал, мам, ноты закрой, я наизусть играю. Вот так вот. Обучение игре на музыкальном инструменте – это важная составляющая развития маленького человека. И главной задачей педагога – привить ученикам любовь к музыке и музыцированию. И мы таким образом начинаем учиться играть. Все легко и понятно. Мы видим азбучный символ, мы видим этот же азбучный символ на клавиши, и совместить ноту с клавишей становится очень легко. Ну что, Тим, покажем, как мы с тобой играем. Пока не наизусть по ноткам, а потом покажем наизусть. Ок? А главной целью обучения, признается педагог Надежда Мананникова, это свободное владение инструментом и умение выразить себя с помощью музыки. Если мы говорим о развитии личности, то здесь музыка, она же развивает целый спектр вообще личностных качеств. Первое. Уметь ошибаться. И уметь нормально на эту ошибку реагировать. Это важно для взрослого человека. Это важно для взрослого человека. Уметь концентрироваться, уметь преодолевать какие-то препятствия, уметь собираться и доделывать работу до конца. То есть это не просто пьеску выучить, да? Это понять, что ты можешь ошибиться и продолжить с этой ошибкой. Я всегда ученикам говорю, мало понять головой, нужно научить руки. А для того, чтобы научить руки, это навык. Для того, чтобы научить руки, нужно количество повторений. И на это количество повторений надо себя замотивировать. Маленькому ребенку, 4-5-6-летнему, нужно себя замотивировать, повторить упражнения 3-4 раза, пьеску 3-4 раза, чтобы понять, что она получится только так. Это волевые качества. Надежда абсолютно уверена в том, что музыкальный слух можно развить. И результаты ее работы это подтверждают. Именно поэтому не проводит никаких проверок и тестов при приеме в студию. Моя роль здесь меняется. Я перестаю быть указкой для ученика. Я ему не говорю, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда, а какая нота здесь, а какая нота здесь, а какая нота здесь. Я перестаю ему, ну как сказать, вмешиваться что ли в его процесс общения с музыкой. И мы с ним в этот момент поднимаемся на одну ступеньку. То есть мы два музыканта, которые могут на равных общаться о музыке. Система создана так, что играя, малыш обучается на подсознательном уровне. Эта методика позволяет ребенку сесть за клавиши и обучиться музыке почти без помощи взрослых. 27 октября музыкальная студия «Семь нот» отметила свой первый маленький юбилей. Пять лет назад Надежда сделала первый шаг к своему бизнесу, который сейчас приносит не только удовольствие, но и хороший доход. На развитии «Семи нот» Надежда не экономит. В студии только профессиональное дорогостоящее оборудование. Если мы жалеем деньги на собственное какое-то обеспечение бизнесу, ну не роем ли мы себе яму? Тут не приходится думать о том, а купить ли мне инструмент или не купить ли мне инструмент, а пойти ли мне на какие-то курсы и заплатить за них свои деньги, или не пойти мне на эти курсы. Тут вопрос так даже не ставится. Если в этой сфере, если я в этой сфере работаю, если я отвечаю перед своими учениками за то, что я им даю, то у меня просто вопрос не стоит, вкладывать или не вкладывать. Но сегодня это реальность. Студия востребована, дети идут на занятия с радостью, и у родителей только положительные отзывы. Потрясающее отношение к детям, понимание детей. Быстро нашли общий язык с ребенком. Третий год занимаемся, и третий год мы ходим, ни разу не услышав такое, что «мам, я не хочу, мам, я не буду, мам, зачем?» Только по утрам слышно «мама, сегодня идем заниматься, идем». Ура! Здорово! Полина занимается в студии чуть больше полугода. По программе «Софт Моцарт» ребенок легко в игровой форме обучается технике игры на инструменте, чтению нот и развивает музыкальный слух. Конечно, такой замечательной не была бы программа обучения, ничего не вышло бы без гениального преподавателя. Надежда Геннадьевна находит индивидуальный подход к каждому ребенку, составляет программу занятий с учетом особенностей маленького характера. С первого же занятия нам очень понравилось обучение, как проходит обучение легко, доступно, интересно. И уже не раздумывая, мы пришли к Надежде, занимаемся здесь уже полгода. И можно сказать, что результат налицо. Спустя полгода ребенок играет, ребенку интересно. В развитии своего бизнеса Надежда Мананникова рассчитывает в основном только на себя и свои силы. Но, тем не менее, знает, какие программы в Самаре по поддержке предпринимательской инициативы работают и планирует ими воспользоваться. Я знаю, что у нас сейчас Департамент экономического развития проводит конкурс грантов для предпринимателей. Я планирую в будущем году в этом конкурсе обязательно поучаствовать. Предприниматель, обратившийся в Департамент, может получить консультационную и информационную поддержку, финансовую поддержку, пройти обучение, поучаствовать в мероприятиях таких, как выставки, выездные выставки, в том числе другие регионы. Записаться на курсы повышения квалификации или научиться чему-то новому в наши дни может каждый. Студия музыкального развития «Семь нот» станет как минимум отличным стартом. Здесь можно выбрать различные программы занятий для личного развития и открыть для себя что-то новое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...